В это же время на Старом Невском черный густо волновались головы подошедшей толпы колпинских рабочих. Ветром трепала мокрый кумачевый флаг. Конные полицейские отделились от фасада северной гостиницы, и вдруг блестнули в руках их выхваченные широкие шашки. Нистовый крик поднялся в толпе. Иван Ильич опять увидел жандармского полковника. Он бежал, поддерживая кубуру револьвера, и другой рукой махал казаком. Из толпы колпинских полетели осколки льдин и камни в полковника и в конных городовых. Донконогие золотистые лошадки пуще заплясали. Слабо захлопали револьверные выстрелы. Появились дымки у подножья памятника. Это городовые стреляли в колпинских. И сейчас же в строю казаков в десяти шагах от Ивана Ильича взвелась на дыбы рыжая горбоносая донская кобыла. Казак, нагнувшись к шее, толкнул ее. В несколько махов долетел он до жандармского полковника и на ходу. Выхватив шашку, наотмашь свистнул ею и снова поднял кобылу на дыбы. Всем строем двинулись к месту убийства казаки. Толпы народа, прорвав заставы, разлились по площади. Кое-где хлопнули выстрелы и были покрыты общим криком. «Ура! Ура!» «Телегин, что ты тут делаешь?» «Я должен во что бы то ни стало сегодня уехать. На товарном поезде, на паровозе. Все равно. Плюнь, сейчас нельзя уезжать. Голубчик, ведь революция!» Антошка Арнольдов, небритый, облезлый, с красными веками выкачанных глаз впился пальцами Ивана Ильича вот в ворот пальто. Видел, как жандармы голову смахнули. «Ну, как футбольный мяч покатилась! Красота! Ты, дурак, не понимаешь!» «Революция!» Антошка бормотал точно в бреду. Стояли они, прижатые толпой, в проходе вокзала. Утром литовские волынские полки отказались стрелять. Рота павловского полка с оружием вышла на улицу. В городе Кавардак никто ничего не понимает. На Невском солдаты, как мухи, боятся идти в казармы.